Сотрудники немецкого приюта на шестом километре Авидиопольской дороги тщательно готовят своих питомц к фестивалю. Проводят медобследования, купают и причесывают. В этом году на фестиваль попадут лишь восемь предварительно отобранных животных. Поедут животные, которые у нас наиболее социализированные. Потому что так как мы работаем исключительно с бездомными животными, к нам подчас попадают животные откровенно дикие. Среди животных участников фестиваля есть и инвалиды. У них ампутирована одна из лап. Между тем, все они привиты, стерилизованы, обработаны от паразитов и имеют личный паспорт. Так что за физическое состояние животного будущему хозяину волноваться не стоит. Условия приобретения четырехлапого достаточно просты. Для того, чтобы взять четырехлапого друга в свою семью, необходимо иметь при себе паспорт и ответить на вопросы волонтеров. Затем вас зарегистрируют и выдадут уникальный жетон, по которому можно отыскать животного в случае, если питомец потеряется. Организаторы вспоминают, в прошлом году из 216 животных новую семью нашли почти 80 питомцев. Авторы проекта не остались в стороне и тоже взяли любимца с фестиваля. Муж мой смотрит, что я все хожу, обнимаюсь, такими глазами смотрю. Он понимает, что я хочу каждого забрать животного, но мы не можем взять, потому что мы живем в общежитии. И он говорит мне такой, ладно, давай выберем котика, его легко можно пронести под кофтой. Когда мой муж взял его на руки, он обнял его шею, обнял такой и не хотел больше отпускать. Он говорит, ну все, мы его забираем. Остальные животные, которые в силу состояния здоровья, возраста или характера не смогут поехать на фестиваль, останутся жить в приюте и ждать, пока за ними приедут новые хозяева. Агрессивные собаки здесь обитают целыми стаями. Приспособиться к новой жизни в семье им будет проблематично. Другие же живут поодиночке в просторных вольерах. В немецком приюте места хватает для всех, даже для тяжелых пациентов. Их сюда доставляет специальная скорая помощь. Собаки, которым необходимо капельница, оказать первую помощь срочно, они у нас здесь, пока они не пришли в себя, мы не довели такого состояния, такого, которого уже можно их перевести в другие вольеры на улицу. Чаще всего кошки падают с высоты, а собаки попадают под машины. Распространены в последнее время и химические ожоги. Питомцев в особо тяжелом состоянии оперируют профессиональные хирурги. После этого животных помещают в многофункциональные клетки. Они помещаются в такие термобоксы. Для каждого создается свой температурный режим, режим освещения, вентиляции. Животное здесь, оно, во-первых, находится не в слишком большой площади. Его можно зафиксировать, если нужно, и поставить капельницу. Наиболее востребованные животные – молодые, до года. В приюте есть не только дворняжки, но и метисы, и даже породистые собаки и коты. Есть, например, пес с разными глазами, как у хаски, а также немецкая овчарка и алабай. Если по каким-либо причинам вам не удастся посетить фестиваль, или вы не найдете там подходящего питомца, можно взять четырехлапого в приюте. Основные условия остаются неизменными – любить животных, быть ответственным человеком и иметь при себе паспорт. Нарина Щеглова, Юрий Шинкаренко, Делеканал «Репортер».